Вы смотрите ННТВ в прямом эфире интерактивный канал День за днём. В студии Оксана Ткаченко, Илья Приходько. Здравствуйте. Давайте вспомним, какой сегодня день. 8 февраля. Именно в этот день, в 1724 году, Пётр I подписал указ об основании Академии наук в России. Владимир Путин пошёл дальше и подписал указ, что 2021 год будет годом науки. Можно ли говорить, что не за горами столетия, а там и тысячелетия науки? Наверное, когда-то так и будет. Чем запомнится сегодняшний день науки, в эфире обязательно узнаем. День за днём. Поехали. Приветствуем всех наших телезрителей. Мы в прямом эфире. Напоминаем, в прямом эфире телеканала ННТВ, в прямом эфире интернет-канала Время.Н. Ищите на YouTube соответствующую трансляцию. Ну и возобновили мы, надеемся, успешную традицию вещания в социальной сети ВКонтакте. Группа Нижненов Градея день за днём. Тут некоторое время по техническим причинам была недоступна. Многие-то именно там и смотрели у нас ВКонтакте и спрашивали, куда, где верните. Вот вернули сегодня. Мне кажется, все площадки максимально мы задействовали, поэтому можно нас и слышать, можно нас и смотреть, можно смотреть в повторе. Ну, в общем, вариантов массы. Самое главное, что именно сейчас мы в прямом эфире 434-3477. Это для вас возможность дозвониться к нам и рассказать о чём-то своём. Может быть, кого-то похвалить. Всегда призываем это делать, потому что хотим, чтобы в нашем эфире больше позитивных, хороших слов звучало. Ну, как ты уже анонсировала в начале эфира, сегодня о Дне науки поговорим. День науки. Именно такой праздник уже много-много лет отмечается в этот день. Кто-то его чуть шире отмечает, кто-то не настолько широко. Тем не менее, во второй половине часа в нашей программе «День за днём» мы ждём гостей. Это ректора ННГСО Архитектурно-строительного университета Андрея Лупшина. Андрей Александрович, вот, должен в нашей студии появиться. Посмотрим, что у нас с наукой архитектурно-строительного направления. Давайте посмотрим, что происходит в районах Нижегородской области. Нам есть что добавить в повестку наших коллег из службы информации. И если мы сетуем на то, что в Нижнем Новгороде не убирают дороги, много снега, где-то недорабатывают службы жилищно-коммунального хозяйства, то в районах происходит примерно та же ситуация, только некоторыми параметрами ещё и усугубляются. Так вот, представители всех ветвей власти Воскресенского района, все, кто могут хоть что-то изменить в этой ситуации, накануне собирались и обсуждали, что можно поменять, что можно сделать. Давайте посмотрим сюжет наших коллег из Воскресенского района. В прошлую пятницу в актовом зале администрации района состоялось первое в этом году заседание Земского собрания. На нём выступил исполняющий обязанности начальника отдела МВД России по Воскресенскому району подполковник Алексей Кононков. Он сообщил о показателях своего ведомства по раскрываемости. Депутатов и общественников, однако, сухие цифры интересовали меньше, чем ситуации на дорогах района. По поводу школьного переулка, по поводу организации дорожного движения по школьному переулку, поскольку там ходят дети, ездят автомобили одновременно, не разъехаться, не разойтись, возможности нет, дети вынуждены залезать в сугроб. Положение почти такое же о том, что сейчас описали, это в начале въезда с нашей стороны в посёлок Воскресенске. Но здесь исполняющий обязанности начальника отдела просто развёл руками. Инспекторов ДПС мало, да и снежные заносы не в их компетенции. У ГИБДД в курсе проблем. Все данные, что зависят от нас, документации, необходимые запросы мы направляем. Начальник ГАИ, дать ему должное, он практически не выходит с рабочего места, постоянно находится на дороге. Я ещё раз поясняю, у нас слишком небольшой штат сотрудников ГИБДД. Ситуацию с расчисткой дорог немного пояснил председатель земского собрания Валерий Ольев. Прежде всего надо изыскать средства финансовые. Вывозка снега из посёлка в содержании автомобильных дорог в нашем районе не содержится. Идёт её расчистка только. И сегодня немножко есть финансовый, за счёт федерации денег оставили контракт. Вот пришлось на куратор, который приезжает два дня, он проживает, представитель дорожного фонда, а он объезжает все дороги, большинство, он видит под контролем, он дал разрешение вывезти. Такая вот ситуация. Финансовых средств не хватает. Сотрудников ДПС тоже. Горы снега, между тем, продолжают расти. Александр Мушников из зала бросил реплику про большое количество майоров в нашем РВД. Но тут и правда сложно не согласиться с тем, что майором быть лучше, чем регулировщиком. Дай расчистка дорог – не варское занятие. Но кто-то же должен отвечать за порядок на улицах. Тем не менее, голос ответственного в этот день в зале так и не раздался. Уж чего-чего, а собраться и обсудить, почему, это мы всегда можем. Самое главное, чтобы потом результат, конечно, был, проследим обязательно. Перейдем дальше. Лысково, совсем недалеко от Нижнего Новгорода. Так вот, если вы видите в эфире на НТВ ролики, которые предупреждают о мошенниках, о том, как надо себе вести телефонный разговор, когда у вас случается с псевдосотрудниками банка, Лысковская полиция пошла еще дальше, устроила поквартирный обход, рассказывая о том, какие способы мошенничества сейчас самые распространенные. Давайте посмотрим сюжет наших районных коллег. Дневный вечерний развод в отделе МВД России по Лысковскому району. Далее у сотрудников поквартирный обход граждан. Каждый из них обойдет за вечер десятки квартир, чтобы предупредить людей о случаях мошенничества. Самый распространенный телефонный вид. Вам звонят из банка, говорят, что с карты происходят непонятные действия. В ходе разговора граждане дают реквизиты своих банкской карты, в связи с чем через какое-то время у них происходит списание денежных средств. Самая главная защита – это не вступать ни в какие разговоры с представителями банков, разговор завершить и о данном факте сообщить в отдел внутренних дел России по Лысковскому району. Старший участковый и полномоченный полиции Сергей Горяев за один поквартирный обход фразу о предупреждении повторяет не меньше ста раз. Но, к сожалению, не все запоминают. Буквально недавно Лысковчанину позвонили. Он сначала даже засомневался, однако поверил и перевел 150 тысяч рублей. В такую же ситуацию попался и наш интервьюер. Был телефонный звонок на мой номер телефона, неизвестный. Взяла трубку, представились с сотрудниками банка. Сказали мои данные, говорят, что происходят с моей карточки какие-то действия. Велели назвать коды. Я им поверила, продиктовала. В итоге через какое-то время приходит СМС по списанию денег, крупной суммы. Когда я стала перезванивать, трубку не брали, а через какое-то время телефон был заблокирован. Так происходит в стопроцентных случаях, когда люди попадаются на уловки мошенников. Итог один. Они поверили, сообщили защитные коды карт, денег лишились, номер, с которого им звонили, не отвечает. А дальше шок и обращение в полицию. К сожалению, рассказывают полицейские граждане на квартирном обходе, что есть и другие звонки, когда сообщают, что произошла беда с близкими. И люди также верят и также лишаются денежных средств. Могут звонить и говорить, что родственники в беду попали, нужны денежные средства, никому не верят. То есть, если вы в прошлом году уманули так. Вот, видите. Растет число мошенничеств другим способом. Также с помощью карты, но уже через сеть интернет. Также факты мошеннических действий есть при работе в сети интернет, при производстве каких-то заказов, каких-то покупок. То же самое сайты, это лже-сайты. После чего общение с человеком, денежные средства, также у них похищаются с сберегательной картой, с расчетным счетом. Вот уже которую неделю сотрудники полиции обходят все дома. Общаются и предупреждают как молодых, кто чаще пользуется банковскими картами и всемирной сетью, так и с пожилыми. Раздают памятки, как действовать, если, к примеру, позвонили на телефон, или пришли в дом неизвестные граждане из социальных служб, или представители газовой или электросферы. Главное, что советуют полицейские, всегда сохранять бдительность и спокойствие. А еще помнить, не всем, кто звонит или приходит, нужно верить. Особенно если это касается ваших денег. Сейчас представлюсь. Это такой достаточно объемный сюжет наших коллег уже из Варнавина. Эти кадры были сделаны летом 2020 года в селе Макаре Варнавинского района. Культурно-спортивный комплекс Светлуга – душа села и близ лежащих деревень. В одном здании дружно жили работники культуры, библиотека, фаб, почта, сельсовет, специалист социальной защиты. Здесь же находились большой спортивный зал и мастерская для проведения уроков технологии Макарьевской основной школы. Но в конце января этого года произошло страшное – пожар. Сейчас это все, что осталось от некогда большого и важного для Варнавинского района здания. 25 января в районе половины третьего мне первоначально позвонили, что в спорткомплексе Ветлуга произошло замыкание, моргает свет. Я тут же отзвонился электрикам, которые выехали для того, чтобы обесточить. Но когда они подошли непосредственно к тому месту, где был обрыв из-за схода снега, электроподводки, произошло замыкание и уже начал гореть щит управления, который находился в кабинете методистов КСК. Осложнилось все немножко тем, что именно в понедельник у них выходной, единственный день недели у них выходной день. Поэтому работников КСК на месте не оказалось. Когда мне позвонили, что произошло возгорание, я тут же отзвонился в муниципальную пожарную охрану села Макарий. Через три минуты они уже приступили к тушению. Они успели потушить само помещение, но огонь смог проникнуть в фойе. А внутрь зайти было невозможно, поскольку горел именно пластик, мебель. И тушение непосредственно в здании произвести мои пожарные не смогли. Когда приехало буквально через 10 минут, даже может быть меньше, 124-е отделение пожарной охраны Варнавина, они в полной экипировке, когда зашли в помещение и приступили к тушению пожара, видимо, все-таки огонь уже смог проникнуть на чердачное помещение. Всего в тушении приняли участие 7 пожарных расчетов, но справиться с огнем и отстоять здание, к сожалению, не удалось. Площадь культурно-спортивного центра около 700 квадратных метров. Большой спортзал, огромное чердачное помещение. Огонь быстро захватывал метр за метром. Конечно, очень большой плюс, что смогли людей вывезти из помещения, из всех. Часть оборудования была спасена. Спасибо большое учителю школы Бульдину Виктору Петровичу за то, что он смог вытащить станки и оборудование, которые можно было вынести на руках. То оборудование, которое было закреплено на полу, естественно, его не смогли отстоять. Также часть оборудования была спасена и в спорткомплексе, небольшая, правда. Сельсовет успел вынести компьютеры, всю техническую и остальную документацию, которая касается непосредственно людей. Сердце населенного пункта и близлежащих населенных пунктов, поскольку все мероприятия, сколь любозначимые, проводились здесь. Также проводились и районные, и межрайонные соревнования по мини-футболу, по волейболу. Этим же вечером на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям решали вопрос расселения. Любимая в селе библиотека теперь располагается в здании магазина «Макарьевский». Предприниматель Наталья Малинова пустила погорельцев, и уже сейчас в помещении бывшего склада идет ремонт. Офис бухгалтерии ИП Малинова теперь тоже отдан библиотеке вместе с мебелью. Из-за большого задымления и быстрого распространения огня спасти ничего не удалось. Поэтому можно сказать, что сейчас Макарьевская библиотека начинает жизнь с чистого листа, точнее, с чистых полок. «Здание нам очень удобно тем, что оно находится в центре села. То есть, как привыкли сюда ходить, так в центре села и будут приходить. Но сейчас у нас там идет небольшой косметический ремонт. Книг приносят очень много, очень много звонят. Ответить всем, сказать, что я вот прямо вот завтра приду и заберу, пока не могу, потому что просто нет возможности пока такой. Дети принесли первые книги. Они принесли свои журналы, они принесли свои любимые книги и сказали, что мы будем даже меняться. То есть, вот все уже, вот они первые. Еще у нас в библиотеке был очень сплоченный такой коллектив. У нас был кружок, рябинушка. И вот все женщины, в основном пожилого возраста, все очень переживали. И тоже они все, они приезжают ко мне с санками. А уже с санок мы книги внесем сюда. Все возьмем, все книги возьмем, все возьмем. Спрашивают люди, какие книги вам надо. Вот что именно? Я говорю, мы все возьмем, потому что у нас нет ничего. Книги везут отовсюду, даже из соседних районов. Уже сейчас больше тысячи экземпляров. Помог депутат Государственной Думы Артем Кавинов. Беда сплотила всех и, кажется, сейчас уже решены многие вопросы. Но еще долго библиотекарь Светлана Сахарова будет вспоминать тот самый день. Дети сразу прибежали, очень много детей плакало. И ребенок, он бежал откуда-то, я даже не поняла, откуда он появился. А он просто увидел, что вот идет дым, он такой на эмоциях, и подбегает ко мне, говорит, Светлана Сергеевна, что библиотека тоже сгорит? Наши книги тоже сгорят? Я говорю, ну, наверное, сгорят. А что же мы будем делать? А где же мы будем брать книги? А где мы будем смотреть мультфильмы? А где мы будем играть? Ну, на тот момент я была сама в таком шоке, и я не знала, что им ответить. Я ему единственное сказала, что тут и не плачь, но взрослые все решают. Я не знала, что им говорить. А вот сегодня уже прошло у нас буквально несколько дней, я знаю точно. Неподалеку от магазина и по совместительству библиотеки располагается Макарьевский детский сад. Это здание стало пристанью сразу для трех организаций – ФАПа, сельсовета и работников культуры. Специалистам сельсовета и соцзащиты удалось спасти многое – документы, компьютеры, оргтехнику, часть мебели. Сотрудницы ФАПа тоже спасли часть документации. Сейчас все услуги уже оказываются в полном объеме. На данный момент детский сад рассчитан на 40 детей. В нем находится 12 человек пока на данный момент. Поэтому две группы были объединены в одну. Как только будут проводиться, если детский сад будет увеличиться по количеству детей, значит будем думать, как нам побыстрее покинуть это помещение. Работников культуры, которые организуют мероприятия, устраивают концерты и постоянно радуют односельчан, в Макаре знают все. Сейчас им особенно непросто. К сожалению, спасти не удалось вообще ничего, так как у нас был выходной день. Сейчас мы обустроились в детском садике в Макаревском. Нам выделили спортивный зал. Так что приглашаем всех теперь сюда на концерт. Во временное или постоянное пользование они готовы принять ткань, шторы, мебель, шкафы, полки, костюмы. Огонь забрал аппаратуру, микрофоны, колонки, весь реквизит. Конечно, вопрос решается, но пока талантливым девчонкам просто не на чем и не с чем работать. Поэтому, если вдруг у наших телезрителей есть возможность помочь, здесь будут только рады. Ну, конечно, грустно. Но надо двигаться дальше и работать. У нас все еще впереди. Эту мысль подтвердил своим приездом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который лично оценил последствия пожара и понял, какую важную роль играл культурно-спортивный центр в жизни села Макарий и близлежащих деревень. Что же будет дальше? Пока решается вопрос, куда определить почтовое отделение. Губернатор дал поручение о сносе старого аварийного здания, в котором когда-то располагалась школа. А самое главное, Глеб Никитин увидел, как родеются свое любимое село жители, как переживают, как ждут помощи. И эту помощь он, конечно, пообещал. Давайте сделаем типовой, универсальный, многофункциональный комплекс. Вы тоже за это? Глеб Сергеевич дал поручение своим министрам, а также сам участвовал в разговоре с местным населением и пообещал, что будет разработан проект культурно-спортивного комплекса, в который будет входить именно спортивный зал, который так необходим сейчас и школе, и жителям активным, села Макарий, близлежащих территорий. Значит, в него будет входить, кроме спортивного зала, еще и актовый зал, он же концертный, то есть, чтобы работники культуры могли нести культуру в массы. И библиотека, то есть, три в одном. Такого проекта пока на данный момент для такого количества жителей пока еще не разработано, но на базе нашего, как он сказал, пилотного проекта, будет, значит, как раз дана лыжня, скажем так, для других населенных пунктов, похожих на наш. Где-то, может быть, сноситься будут старые, устанавливаться такие. То есть, все это нам пообещали в течение двух лет восстановить. Жители села Макарий, близлежащих территорий, очень довольны приездом губернатора. Вот, поэтому я считаю, что это вселяет уверенность в то, что все-таки у нас все будет хорошо. Все хорошо, что хорошо кончается. Хотя обязательно к этой теме через два года вернемся и наконец-то увидим, какое здание в селе Макарий будет. Пару реплик от наших телезрителей вдогонку. 434-3477, такой телефон прямого эфира. Альбина Николаевна позвонила, Сосновский район, село Лесунова не чистят дорогу. За весь сезон чистили один раз, жители боятся жаловаться. Инвалиды трудно своими силами справляться. Вот такой звонок есть. И Елена Константиновна позвонила. Это автозаводский район, 61 год, в 55 лет. С ее слов обращалась пенсионный фонд на автозаводе. Пенсию не платят. Куда обращаться? Ну, тут либо суд, либо прокуратура, как известно, да, если есть подозрение в том, что пенсионный фонд что-то делает неправильно. Ну, и какое-то решение от пенсионного фонда должно быть, какое-то обоснование, с чем можно двигаться дальше. День российской науки сегодня в стране отмечается. Но и так или иначе на постсоветском пространстве, мне кажется. Потому что все-таки российская наука понятие более широкое, чем Россия даже. Это часть мировой науки, как известно. Сколько всего наши ученые, наши граждане за всю историю внесли в мировое развитие. Страшно представить. Но мы сегодня встречаем здесь в эфире гостя, который о науке знает не понаслышке. Потому что он возглавляет такое высшее учебное заведение, которое является не просто одним из крупных российских научных центров, но 13 отраслей науки на базе этого высшего учебного заведения. Действует 18 научно-педагогических школ. Они учредители Приволжского научного журнала. Ну и много всего еще интересного. Но об этом уже с первых уст узнаем от... От ректора Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Андрея Лапшина. Андрей Александрович, здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Добрый день. С праздником вас поздравляем. Я бы даже добавил, что ННГСУ в каком-то смысле и в переносном примере фундамент Нижегородской науки. Ну, я вот так вот блесно архитектурными какими-то вот такими изысками. Согласитесь вот с такой формулировкой? Тут тяжело не согласиться. Да, действительно, мы фундамент не только градостроительной деятельности, но в том числе и отраслевой нашей науки. Но все-таки вот высшее учебное заведение на что больше направлено? На то, чтобы принять абитуриентов, еще молодых, интересующихся своей будущей профессией, научить их чему-то новому? Или и научная деятельность – это тоже очень-очень важное направление, которое нужно развивать? Ну, вы знаете, есть очень много таких спорных, наверное, моментов, которые одни сводятся к тому, что основная обязанность ВУЗа – это готовить специалистов, а обязанность НИИ, специализированных научных учреждений – готовить научные кадры. Это советское какое-то такое понятие, что есть НИИ, а есть вот обычные ВУЗы? Ну, не совсем советское. Может быть, это вот то, что вы говорите советское, оно переносится и транслируется иногда и сейчас. Но я в этом, наверное, в корне не соглашусь, потому что подготовка научно-педагогических кадров для ВУЗов – это в том числе задача и самого ВУЗа. Каждый ВУЗ имеет некую специфику, вот вы правильно сказали, столько-то научных направлений. Каждое научное направление имеет свою школу, имеет свои многолетние традиции, которые иногда складывались десятилетиями, имеет преемственность в виде руководителей научных школ. И, конечно, вот в таких условиях, соблюдая эту преемственность, традиции, специфику подготовки кадров, я считаю то, что ВУЗы должны и просто обязаны готовить научно-педагогические кадры и непосредственно для себя, ну и также для, в общем-то, других научных, в том числе организаций, для проведения научных исследований, получения открытий, изобретений и дальнейшей реализации их уже в конкретных технологиях. Задача студенчества в таком случае, которая собирается в стенах Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, все-таки больше учиться или участвовать каким-то образом в продвижении науки? Ну просто интересно, да, вот студент в ННГСУ – это в первую очередь. Ну, вы знаете, ведь ученым не рождаются, им становится. Точно так же, как ректорам не рождаются, им становится, президентам не рождаются, им становится. И, соответственно, задача студента – это не только получить профессиональное знание, которое позволит в дальнейшем выстроить профессиональную карьеру уже непосредственно в реальном секторе экономики, но в том числе и сформировать в себе качества исследовательские. И в каждом ВУЗе, это не только у нас, большое внимание уделяется научно-исследовательской работе студентов. В разных форматах это может происходить, и у нас в разных формах проходит. Это и всероссийские студенческие олимпиады по, опять же, разным предметным областям, где лучшие из лучших борются за призовые места со всей России. Ну и, конечно, вот такие ребята, которые уже на этапе обучения в ВУЗе проявляют склонность, любовь к новому познанию, к новым открытиям, они в дальнейшем, многие связывают свой жизненный путь с наукой. И, конечно, многие добиваются хороших и таких показательных, наверное, успехов. Мне кажется, в таком случае задача преподавательского состава, руководства университета, вовремя таких студентов поймать на заметочку, чтобы, не дай Боже, куда-нибудь не уехать и не сбежать. Их сначала поддержать, да, и потом оставить в стенах. Ну, у нас же не случайно. Есть такое понятие, как выявление талантов. И выявление талантов не только у школьников, но и у студентов. А лучше у школьников, чтобы школьник стал абитуриентом, пришел в ВУЗ, и в дальнейшем его уже сопровождать до определенных рубежей, когда он станет самостоятельным исследователем, ученым, способным решать глобальные задачи. Вот это, кстати, интересная тема. Оксана, извини, что у тебя тоже есть вопросы, но у меня их не меньше по ходу нашей беседы с Андреем Александровичем возникает. Вот, кстати, про школьников. Вот это интересно всегда, потому что сейчас, конечно, как вы правильно отметили, ВУЗ старается взращивать, приглядываться уже там чуть ли не с пятого класса, наверное. А есть люди, которые говорят, ну какая наука вообще может быть в школе, даже с прицелом на ВУЗ? Ну, школа, это там, ну, рефераты, больше воспитания чего-то. Или все-таки можно уже ученого со школьной скамьей привезти в университет в стенах? Да я думаю, можно. И опять же, это подтверждается примерами. Мы ежегодно проводим фестиваль науки. То есть это всероссийское такое мероприятие крупное. Ну, основоположником, наверное, был МГУ. И вот мы с 2010 года на базе нашего Нижегородского государственного Архитектурно-строительного университета проводим региональный этап вот этого фестиваля. И год от года все большее участие принимают именно школьники, начиная с пятого, с шестого класса. Да, можно сказать то, что их работа, она носит реферативный какой-то характер. Ну, и вот в этих рефератах уже прослеживается исследовательская нотка. Потому что есть, как в нормальной научной работе, оценка состояния вопроса. Список литературы, оформленный вам по правилам в конце года. Есть задачи, которые необходимо исследовать и соответствующим образом оформить. Есть выводы по работе. То есть школьник, он идет по стопам нормального уже ученого, пусть, ну, и в несколько там ином, меньшем уровне научной значимости. Но значимость-то ведь не только в результатах, а в том, что ему это нравится. И то, что он действительно погружается с большой любовью вот в такую исследовательскую работу. И он гордится тем, что он сделал что-то новое. То, что не сделали даже другие. Я с большим удовольствием вот на таких мероприятиях слушаю доклады школьников и задаю точно так же вопросы. Вот вы смотрите на них уже несколько десятилетий, как профессоры, как ректор вуза. Меняются дети, меняются школьники. Они сейчас, нынешнее поколение, они умнее, они более заинтересованы в каких-то научных предложениях, научных прорывах? Ну, каждое поколение, наверное, меняется. И мы с вами, наверное, 20-30 лет назад были другие. И, наверное, некоторые другие ценности у нас были в приоритете. Ну, и современный мир, он тоже имеет свою особенность. Это мир цифровых технологий, это мир других возможностей. Ну, и это не может не повлиять, прежде всего, конечно, на наше молодое поколение, на школьников, на студентов. И накладывают определенный отпечаток, в том числе на методы, на технологии получения информации и ее обработки, и доведение вот этой информации до какого-то результата. Сейчас очень много возможностей, не только цифровых компьютерных, но и приборных, лабораторных, которые, ну, действительно расширяют очень сильный горизонт возможных научных направлений, приложения своих усилий или талантов и в среде школьников, и, конечно, в среде студентов. Очень много создается детских научных клубов. Ну, вот даже вот в качестве примера взять вот эти различные фестивали, конкурсы там по робототехнике. Ну, ведь дети принимают участие. Вот в основном это... В то время и закладывается. Школьники, да. Не было раньше такого. То есть, вот видите, вот современный мир, он дает современные новые возможности. Ну, и эти возможности, конечно, не используются целиком. — Андрей Александрович, вот смотрят нас сейчас телезрители и видят перед глазами ректора архитектурно-строительного университета, прежде всего, выпускающего строителей, и думают... — И архитектор, пустотай, сказать название, да. — Заселяемся мы в новостройке, а стенки тонкие, слышимость безобразная. — Это строили другие люди, это не выпускники Натгасу, я знаю. — Есть какие-то разработки, есть какое-то направление, которое поможет нам укрыться от мегаполиса Большого Шумного, укрыться от соседей, которые тоже живут в своем ритме жизни. Работаем над этим? Меняемся как-то? — Да, да, конечно. Это одно из направлений строительной физики. И здесь я могу с гордостью сказать то, что в прошлом году мы запустили в работу новую лабораторию. Это большие акустические камеры, аналогов которых на самом деле нет в России. И вот эти экспериментальные установки, они позволяют оценить звукопроницаемость конструкции до 83 дБ. То есть это уровень очень высокий. Ну и, конечно, вот уже даже сейчас на этапе только начала работы лаборатории получено 12 патентов. Два патента уже переданы таким крупным компаниям, как КНАУФ, СНГБН. И на основании наших разработок уже внедряются в технологию домостроения современные звукоизоляционные материалы. Ну и сейчас вот мы приступили к процедуре аккредитации, сертификации вот этой лаборатории, на которой позволит... Да, эта система добровольная. И опять же, мы первые в России начинаем вот эту добровольную сертификацию акустических свойств материалов. Ну и я уверен, что и эта процедура позволит выпускать на рынок действительно те материалы, которые оградят нас от вот этого вредного шума мегаполиса, ну и шума соседей. Да, это было бы очень кстати, особенно где-то в пятницу вечером или в выходные. Вообще среда, она очень много значит. И иногда спрашивают, ну а что можно в строительстве делать там? Какая может быть... Все уже известно. Известно, да. Очень много. Очень много. И в основном то, что делается, это прежде всего направлено на... Не только на снижение материала емкости, на снижение стоимости объекта строительства, но и на повышение комфортности и безопасности. Вот чтобы вы знали, друзья, ННГСУ в авангарде научных разработок. Как минимум в сфере звука и шумоизоляции, о чем мы сейчас говорили. Еще ННГСУ из года в год является одним из организаторов Международного научного промышленного форума «Великие реки». Проходит он на территории Нижегородской ярмарки. Вот насколько это тоже нужная и важная площадка для вас, как для высшего учебного заведения, чтобы показать свои научные разработки и в этом направлении тоже? Ну, эта площадка, она, наверное, важна не только для нас, она важна для всего научного сообщества, которое занимается проблемами экологической, гидрометеорологической безопасности. И то, что форум и научный конгресс этого форума живет и работает и наполняется, начиная с 1999 года, это, наверное, говорит о многом. Даже вот в прошлом году в таких непростых условиях, в которых мы все оказались, и то мы провели научный конгресс в формате онлайн с применением современных дистанционных технологий. Ну и, вот, наверное, характерно было то, что количество участников, количество докладов было нисколько не меньше, чем вот мы собирались на площадке Нижегородской ярмарки. Мы даже говорили в эфире о том, что их даже было больше участников, да, потому что была возможность подключиться в любое время и пообщаться. Да, и доклады, которые там делаются, обсуждения, которые проходят, они имеют действительно очень большую практическую значимость, которая в целом может быть реализована в технологиях новых, которые обеспечивают экологическую безопасность того пространства, в котором мы с вами живем. Вот еще раз мы на экране можем видеть все то, о чем мы уже так или иначе упомянули в нашем эфире, все такие точки, да, которые позволяют говорить о том, что архитектурно-строительный университет наш Нижегородский государственный один из научных центров страны, не только Нижегородского региона, но это просто, чтобы наши зрители посмотрели, запомнили, кто, так сказать, больше принимает информацию именно в визуальном тексте, в визуальном варианте. Экология, шумоизоляция, какие еще сферы, какие организации задействованы в научном сотрудничестве с ННГСУ? Ну, хотя бы по сферам, если пробежаться, понятно, что столько направлений играет. Ну, направлений действительно много, вот вы уже обозначили, да, вот те, которые, вот на слуху просто сейчас. Очень актуальная тема — это ресурсы и энергосбережения, и здесь, кстати, у наших ученых очень неплохие есть разработки, которые также частично уже реализованы, реализуются и в целом направлены на улучшение микроклимата, как, значит, вот жилых зданий, так и общественных пространств. Вот в связи с этим, вот мы буквально тоже в прошлом году открыли совместную лабораторию, создали совместную лабораторию с нашими немецкими партнерами «Флайк Анда Хомель», который, в общем-то, занимается отопительной системой с применением низкотемпературных излучателей. Это тоже одно из новых направлений, которые, с одной стороны, обеспечивают зональный микроклимат, а, с другой стороны, по своим энергозатратам существенно ниже аналогов, которые предлагаются в том числе и зарубежными производителями. Архитектура — очень много направлений, связанных, вот именно научных направлений, связанных вот с этой областью. Это и формирование общественных пространств, это и влияние градостроительной деятельности на человека и обратно человека на формирование среды. Это и исторические аспекты сохранения культурного наследия. И здесь мы работаем не только, как говорится, с нашими коллегами, но у нас есть и целый ряд зарубежных партнеров. Я с гордостью могу сказать, что это наши коллеги из Миланской политехники, один из крупнейших университетов не только Италии, но и Европы. Целый ряд у нас научных совместных проектов с Белградским институтом истории, это Сербская академия наук, которые также завязаны на урбанистике. То есть я был бы первокурсником и поучаствовал бы на собрании первокурсников, когда обычно ректор выступает и рассказывает. Я понял, что я потерялся уже, потому что хоть что, хоть что-то, чего только нет. Я не могу не обойти, конечно, основные профильные направления. Это теории прочности, устойчивости, безопасности зданий и сооружений, оценка влияния нагрузок на параметры несущей способности строительных конструкций. Это нагрузки, это и статические, и динамические, и пульсационные, и вибрационные. То есть достаточно широкий спектр исследований, которые проводятся и проводятся с применением самого современнейшего и программного обеспечения, ну и, естественно, лабораторно-приборной базы. Кто интересуется урбанистикой научной? Мы всю Европу практически перечислили. Можно из океана, наверное, посмотреть. Но давайте посмотрим, что происходит на территории нашей страны и с кем еще сотрудничает ННГСУ. Прямо сейчас с нами на связи замглавы Росгидромета Владимир Соколов. Владимир Владимирович, добрый день. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Добрый день, Нижний Новгород. Добрый день. Андрей Александрович, ведущая. Красивая у вас идет передача. Тем более сегодня праздник. Сегодня День науки. Я поздравляю вас в этот замечательный день с таким решением, которое в свое время руководство приняло отмечать День науки. Ну и, конечно, в этом году еще год науки и технологий. У нас очень серьезные контакты всегда были и продолжаются со строительным университетом. У нас подписано соглашение между Росгидрометом и строительным университетом. Мы постоянные участники, сейчас об этом говорилось, форумы «Великие рехи», который стал научной площадкой для решения очень многих экологических вопросов. Вопросов, связанных с изменением климата, вопросов, связанных с рациональным использованием водных ресурсов. Росгидромет – наукоемкая отрасль. Это не просто прогноз погоды, к которому банально все привыкли. Это 17 научно-исследовательских институтов, которые расположены от Владивостока до Москвы, Санкт-Петербурга, Ростов-на-Дону. Могу много городов назвать, где находятся наши научно-исследовательские институты. И мне очень приятно, что в Нижнем Новгороде побывали практически все и нашли точки взаимодействия в области науки, технологий с строительным университетом, с другими вузами Нижнего Новгорода и Нижегородской области, но и других городов, близлежащих и дальних, и в том числе зарубежных. Конгрессная часть постоянно была представлена и представляется нашими учеными. Совместно есть доклады с учеными, которые работают в строительном университете, которые работают в Нижегородской области и в других регионах. Проведено ряд очень важных научно-технических экспедиций, которые проводились под брендом «Подъемная сила». Очень красивое название «Подъемная сила усидеть невозможно». Приезжали представители Центральной ирологической обсерватории. Это такой научно-исследовательский институт, который занимается вопросами дистанционного зондирования, вопросами обеспечения безопасности околоземно-космическом пространстве. У нас большие, в общем-то, планы и на дальнейшее. Владимир Владимирович, еще, если я перебиваю, правильно сказать, что выпускников ННГСУ всегда рады видеть в структурах Росгидромета. Вот, мне кажется, сейчас это поправильно. Слушайте, вы абсолютно правы. Мы как-то проводили анализ по Нижнему Новгороду. У нас действительно работают выпускники строительного университета, выпускники государственного университета имени Лобачевского. И это основной, в общем-то, состав, в том числе и молодой состав. И поэтому вот эти все наши совместные действия в первую очередь были направлены на привлечение молодежи к научной деятельности. И я вот знакомился, когда со студентами, узнавал у них, а как они пришли в науку. Они говорят, просто, говорят, замечательные попались люди, преподаватели, которые имеют очень серьезные научные знания. Вроде бы и не хотели, а теперь стало интересно. И, в общем-то, мне кажется, это здорово. И завертелось. Андрей Александрович, может быть, вам есть что сказать Владимиру Владимировичу в нашем эфире в прямом? Да, Владимир Владимирович. Конечно, вот эти годы, они породили, наверное, очень много совместных проектов. И вы правильно отметили то, что проекты стали носить междисциплинарный характер. И вот эти проекты, они объединили в себя потенциал и структур институтов научных, Росгидромета. Немаловажно то, что объединили потенциал не только нашего строительного университета, но и других вузов. И специалисты педагогического университета имени Минина, и специалисты университета имени Лобачевского, университета водного транспорта. Ну и, конечно, вот те результаты, которые мы получали и получаем, они во многом, наверное, обеспечены как раз участием многопрофильных, вот именно ученых, привлечением молодежи. Ну, а вот последний проект, который у нас, опять же, был междисциплинарный и межвузовский, это проект в рамках гранта Русского географического общества, который мы выиграли в прошлом году. Это проект геопарка ЮНЕСКО в Вечалковском Бару, Вечалковских пещерах, Перевозского района. Тоже вот одно из, наверное, последних таких интереснейших научных событий, мероприятий, которые объединило молодое поколение. И я уверен, те, кто там побывал в экспедиции, Владимир Владимирович, они обязательно продолжат свою научную работу и придут в структуры Росгидромета. По-другому быть не может. Владимир Владимирович, благодарим вас за прямое включение в нашем эфире, вас тоже поздравляем с Днем Российской науки. С нами на связи был замглавы Росгидромета Владимир Соколов. Андрей Александрович, вот часто бывает, когда от правительства, не знаю, страны, региона, есть запрос к архитектурно-строительному университету в том или ином направлении? Мол, давайте вот над этим поработаем. Обсчитайте что-нибудь. Да, давайте над этим подумаем, над такой-то проблематикой, как ее можно решить? Нет, ну конечно, такие запросы, они бывают, возникают и на уровне региона, и на уровне ПФО, и на уровне федерации. Но вообще вот я о роли строительства скажу, и потом уже можно будет сделать выводы о необходимости, наверное, инновационной перестройки вообще всего строительного комплекса. Что такое строительная отрасль в России? Вот если мы берем 2019 год, это 9,1 триллиона рублей, это объем выполненных строительных работ. Это практически 8% от ВВП России. 6,5 миллионов занятых в сфере строительства, 9% трудоспособного населения. Ну, можно очень много всего перечислять, и вот учитывая вот значимость вообще строительства для экономики России в целом, а значимость она еще и объясняется мультипликаторным эффектом, потому что строительство тянется за собой, значит, производство строительных материалов, там, деревообработка, металл, это бытовая техника, электричество. То есть, в принципе, как бы вот определенным локомотивом, и, естественно, чем больше инноваций, чем больше нового внедряется в разные направления строительства, чем она экономичнее, эффективнее становится, тем целым это отражается и на каких-то экономических, макроэкономических показателях. А в целом, конечно, да, есть потребность, есть запросы, и это не только обычные банальные экспертизы, которые, ну, мы проводим, наверное, с избытком, а нормальные, хорошие исследования. Ну, вот, опять же, да, там, к примеру, вот Нижегородская область объемы строительства достаточно большие, но что отличает наш регион от других, то, что у нас нет собственного производства вяжущих цементов. Ну, вот, в настоящее время у нас есть технологии, мы разработали технологии получения высокопрочных вяжущих на основе, ну, доломита, во-первых, да, вот, которым богат наш Нижегородский регион. Причем это высокопрочные очень гипсы идут. Ну, и вот одно, наверное, из технологий, одну из технологий, которые мы сейчас также пытаемся реализовать совместно с РУСВИНИЛом, это получение из отходов шламонакопителя, также высокопрочных вяжущих, ну, которые соответствуют достаточно высоким маркам цемента. То есть, с одной стороны, это и экология, с другой стороны, это и технология, позволяющая получать строительный материал. Ну, это может быть вот небольшое узкое какое-то направление. Значит, яркий пример такой достаточно. Да, ну, очень много, конечно, вопросов, связанных с обеспечением прочности, надежности зданий повышенной сложности, повышенной ответственности. И такие сооружения, они предъявляют специальные знания, специальные расчеты. Это различные высотные сооружения, это большепролетные, это мосты, то есть, это подземные сооружения, которые требуют не просто знаний, а очень глубоких знаний, и порой проведения, перед тем, как приступить непосредственно к вопросам проектирования, проведения широкого комплекса исследований. Очень много вопросов. Вот, опять же, архитектура очень сложная. И для того, чтобы правильно определить, понять, какие нагрузки здесь, как рассчитывать здания. То есть, это применение аэродинамических методов исследования поведения конструкции в условиях реального загружения. То есть, вот если я буду перечислять... Столько направлений, чтобы не охватишься. Я понимаю, что пока мы, человечество, есть на земле, то и студентам, и педагогам строительного университета будет над чем работать. Спасибо большое, Андрей Александрович. С праздником еще раз поздравляем вас с Днем Ноки. Время наше эфирное, к сожалению, истекло. Что мы поняли? Практически десятая часть всего того, что у нас в стране происходит, это строительство. Но одним из флагманов строительства в России является Нижегородский государственный архитектурный университет. Все, точка, все понятно. Субтитры создавал DimaTorzok